Доброе утро! Сегодня я вам хочу показать два способа, как можно подвести брови. Один будет идти карандашный, а второй теневой. Какой метод будет удобен для вас, выберите сами. Карандаш мы для данной девушки выбрали темно-коричневого цвета. В принципе, черный цвет стараются не использовать, потому что будет слишком агрессивный темный вариант. Мы выбрали коричневый цвет. Как и в теневой технике, получается, интенсивность цвета должна быть на определенную зону, на вот эту. Как я и показала, интенсивность цвета переходится на серединную часть, то есть на самую высокую часть нашей брови. Далее на кончиках мы идем на уменьшение и слегка касаясь, подходим к внутреннему уголку брови. Так, то, что я вам показала сейчас, это была карандашная техника. Второй вариант я вам покажу, теневая. В данном варианте у нас не черноволосая девушка, но все-таки цвет волос у нее темный. В этом случае, соответственно, я взяла и подготовила для нее тени, специальные тени для бровей. Они идут под названием dark, то есть темный цвет. И уже, то есть вот мы набрали, интенсивность цвета выложили и этим цветом больше не до макая выводим, то есть интенсивность цвета на серединную часть, кончик и уже остатками на основу брови ведем. Если вам кажется, что все-таки вы недостаточно интенсивно покрасили свою бровь и вам хочется еще добавить, все равно набрав тени, начинайте точно так же с середины части. Не старайтесь нанести сразу от начала брови, иначе будет слишком тяжелый и такой хмурый взгляд. Вот получается, практически закончили нашу бровь в теневом варианте, точно так же, чтобы не было излишков. Так же, как при карандашной технике, убираем наш эмбрашинг. Вот я закончила оба метода на нашей девушке. Какой метод выбрать вам? Смотрите сами. Экспериментируйте, выбирайте различные варианты, которые для вас удобны. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...